Всем добра и благо! Продолжая тему демаркационной линии, она напрямую связана с кармой, дамы и господа. Важнейший момент, что карма накапливается прежде всего внутри нас за счет действия, бездействия и того вектора, который мы выбираем в своем действии. Он может быть позитивный, а может быть отрицательный. Вот привожу пример. Зашел купить ручку. Вот такую замечательную ручку. Ну и беру ее, значит, там в этом конце отделе прописать, как она хорошо пишет. Нет, у нее, значит, здесь какой-то, значит, есть фиксатор, колпачочек такой маленький на конце. Вот, я его снимаю, расписываю ручку, пишу. Ну, раз пять вот так расписал. А это продавщица какая-то она на нервах. Да пишет, говорит, она пишет. Чего вы там ее расписываете-то? Я так удивился, думаю, ты что, я там вежливо и говорю. А я-то все вижу прекрасно, что через нее какая-то сущность, которая там, ну, сущность недовольства пытается сбросить на меня токсин, который есть у нее. Который мне совершенно ее токсин не нужен. Ее проблемы тоже не нужны. Она через это, значит, на меня навязывает, указывает мне, что делать. Да я хоть там, хоть минуту буду расписывать. Мне мало ли что, там, может, там половина этих чернил нету. Вот, а я-то вижу, то есть, а я внутри-то все отслеживаю. У меня демаркационная линия стоит. Этот зонтик защиты стоит. Я ей сразу вам намок сшиваю, все, скитываю, значит, ей обратно всю эту эмоцию. А вежливо так с улыбочкой говорю. Я говорю, вы что, куда-то, говорю, спешите, что ли? Я ваш клиент. Вы, говорит, должны меня обслуживать. Такова игра. Я пришел там к вам с деньгами, покупаю ваш там товар. Вы должны меня вежливо обслуживать. Ну, я там, как бы, так, в общих чертах вот это было, значит, сказано мной. Вот, она там какая-то, еще одна там с ней продавщица. Да вот, эти колпачки там на ручке, да вдруг вы не возьмете, она высохнет, как мы ее продадим. Понимаете, то есть там завели такую песню. Я там, ну, я, я-то все знаю. Меня-то как бы, я же, они что делают? Они пытаются перевести свои частотности на меня, негативные, чтобы я подсел на эти вибрации. А поскольку я полон внутри энергии, то есть, а зачем мне какой-то негативный, зачем мне проблема? Вот. Кстати говоря, если где-то ситуация накручивается слишком жестко, бывает такое, что пытаются идти на конфликт, пытаются, значит, что-то навязать в грубой форме. Я всегда упражнение шаг назад. Делаю шаг назад. То есть, спасибо, до свидания, все, goodbye. Все, сразу оставляю товары там или все, я ушел. Идите там, поймите песню другому этому покупателю. Резко, значит, исчезаю. Как сказал там Дон Хуан, там, Кастанеде, что не надо там вляпываться в чужие эти самые экскременты. Если там где-то что-то там, исчезай. Вот так вот. Поэтому вообще, значит, выработка демаркационной линии, то, что я называю парадоксальностью, парадоксальный ход, который включает антикарму. Карма должна негативно изживаться, а позитивная карма накапливаться. Дальше. Это целая стратегия? Как правильно, значит, не вляпаться в ситуацию, где вам будет накручена дополнительная карма? Я уже говорил. Какая-то склока, кто-то вам что-то там негатив какой-то сделал. Не вступайте в прямые конфликты с ними. Выбираете время перед сном, значит, 10-15 минут энергетические удары, не своей властью там, вызывать архангела Михаила, обнамахшивая Шиву, богиня Кали. Вот, говорит, богиня Кали, она, мол, демонический аспект. Все правильно. Богиня Кали, так же, как и Шива, значит, контролирует как ангельский аспект, так и демонический. В том числе и архангел Михаил своим мечом, своей энергетикой дистанцирует демонические программы от себя. Вот, потратили 10-15 минут, мало одного дня, неделю долбите по 10-15 минут. С утра проснулись, значит, опять электронное присутствие вызвали архангела Михаила, Божьей Матери, дистанцировать, обнулить данного человека ситуацию из моего портала. Пусть ангел этим занимается, вам не нужно руки марать. Физический план, он, в этом и суть его, что он, физическое тело очень слабое на самом деле. Любая болезнь, какой-то удар какой-то, вот один какой-то дурачок шел там, боксер, не понравился другой, значит, ему какой-то мужик. Удар ему, значит, по лицу, тот падает об асфальт, бьется головой, все, насмерть. Тому, значит, двенашка, а этот мертвый. В этом и суть, что эти люди не знают принцип демаркационной линии. Эта энергетика должна нарабатываться. Детям это нужно объяснять. Я, к примеру, допустим, эти все мероприятия, где вот сейчас что-то там сгорело опять 15 человек в каком-то там клубе. Но что там делать в клубе? Сатанинская вибрация. Что там делать? Бухают, разборки, кривляния. Это все опять, это сатанизм. Соответственно, включается энергетическое обнуление. Пожар, опять трупы. Четко нужно, значит, вам подсознание будет давать знаки. Накопили энергетику, она будет вам давать знаки. Туда не надо ходить, там негатив. Я, например, вот энергетическую виду, что не надо стричься в этих парикмахерских. Купил себе эту, значит, машинку для стрижки. У меня дочь. Раз-раз постригла. У меня вообще никаких проблем. А там еще, отдай, 500 рублей, а где-то мы полторы тысячи. А когда это... Я пришел раз, там какая-то, значит, женщина. Кто, говорит, стрижет? Вот она. Посмотрел, на ней порча там какая-то. Да, она, если будет... У нее доступ к моей голове, она перекинет на меня негативные эти вибрации порчи своей. Зачем это не надо? Перед едой, значит, если где-то купили там в магазине, не сами готовили, прочитайте какую-то мантру. Сделать посыл уже, значит, выкручивайте против часовой стрелочки мысленно. Вот негативную энергетику сбросили туда, на макшивая. А позитивную здравие закрутили. То же самое на все жидкости. Там чай, там вода, там сок. Вот в этом суть. То есть, когда определенное количество людей накопит эту демаркационную линию энергетику, они будут дистанцированы от проблем других. Если там включается этот программ апокалипсиса, они его не обнулили, а аплодируют, что да, Армагеддон, да, там апокалипсис, бла-бла-бла. Они что, отдают свою психическую энергию своими же руками, включая этот Армагеддон. Вот это важный момент, чтобы вы как бы видели со стороны, что происходит. В ЖАОМ продвигаемся дальше.